Значит, начиналось это все мне как социологу повезло, потому что исследование было начато в 1994 году. На самом деле это как раз практически пиковый год до формирования, скажем так, организованной преступности и того, во что она потом гуливалась впоследствии. Во-первых, мы опрашивались как бы естественного представителя криминалитета, но вместе с тем интервью брались и у сотрудников милиции, как у действующих, так и бывших, и у бизнесменов. Правда, в нашей стране, кстати сказать, понятие, где начинается бизнесмен и кончается, например, скажем, представитель криминального мили и наоборот, но сейчас это не так просто. Ну а впоследствии они вообще практически часто сливаются вообще в одну фигуру, но тут ничего не поделать на самом деле. Понятно, что преступный мир, он имеет как бы странную весьма границу. Это не то, что граница проницаема только в одном направлении, это не так на самом деле. Во-первых, преступный мир очень заинтересован в вербовке кадров. Естественно, просто так прийти к человеку и сказать, что не хочешь ли быть бандитом, как-то оно не очень. Соответственно, нужна какая-то агитационная работа. И, смею вас, за это она поставлена очень хорошо. Люди, которые создают, пропагандируют преступный образ жизни, совершенно не отдают себе в этом отчет. Очень часто. Не всегда, конечно. То есть, есть совершенно откровенные заказные вещи, но очень часто люди просто не осознают, что они пропагандируют. Значит, что здесь особенно принципиально? Значит, если как бы вспоминать о том, как выглядел преступник профессиональный в советские годы, и скажем, до этого, до революции, Вы вспомните, что это особая манера говорить, держаться, одеваться, иметь наколки на очень заметных частях тела. Ну, на лице, в России так просто, на лице это очень непочетная наколка. Но кисти рук, например, скажем, или еще какие-то, например, части тела, которые могут быть замечены другими людьми, они покрывались такими руками. Более того, преступники носили даже особую одежду. Ну, скажем, до революции, первые годы после революции, да? Таким образом, это социальная позиция. Человек не просто совершал преступление, он демонстративно показывал, что он преступник. Почему в последнее время вообще стало это актуально? Значит, сейчас что-то вот очень популярно в последнее время стало замечать мнение о том, что вообще какие замечательные были советские годы вообще. Никакой организованной преступности, да и вообще преступность была низковатая такая, и вообще организованной преступности не было, и как хорошо было жить, и все имели там равные права, и так далее. На самом деле это одно из двух. Или это люди как бы немножко забывают прошлое, или это делается сознательно, вообще говоря. Потому что советская, скажем, экономика и стиль жизни, она была пронизана, вообще говоря, в очень, скажем, бескорыстных взаимоотношениях, не совсем формальных. Потому что, вообще говоря, если вспоминать даже, скажем, только самые крупные дела, я просто напомню вам, что, например, грузинское дело, да, где было обвинение в коррупции первого секретаря ЦК грузинской компартии, это 71-й год. 76-й год, это обвинение в тещениях и министра сельского хозяйства. Дела Киан 78-го года, которые там вообще коррупция тоже касалась министерства, и так далее. Икорное дело, которое касалось коррупции, 81-й год. Ну и, наконец, там, скажем, самые яркие, самые замечательные, это флотковые дела, которые расследовались с 82-го по 89-й год и практически ничем не кончились. Значит, таким образом теневая экономика на самом деле присутствовала вообще. Другое дело, что уровни, конечно, были разные, скажем. Если мы говорим о коррупции, скажем, в партийных органах, в министерствах и так далее, то их, видимо, не совсем можно сравнить с низовым уровнем. Но если мы вспомним, на самом деле дальше развивается, как преступность, значит, появляется новая преступность в начале 90-х годов. Это, конечно, связано с перестройкой. В данном случае, когда я говорю перестройка, я вообще говорю о времени, да, потому что я не хочу никоим образом связать процессы демократизации, на самом деле, с развитием организованной преступности. Хотя определенная связь идите. Потому что страна получила, на самом деле, большой импульс и возможности для развития в одной области, да, а развитие пошло сразу по всем областям. Потому что вообще Reddit, в лыгарном смысле этого слова, часто потребляется в России, это чистая вымогательность просто. То есть, грубо говоря, человек платит деньги за то, что он может приниматься в бизнесе. На самом деле, вообще, в терминологической традиции, особенно, скажем, американская, это не совсем так. Reddit – это оказание услуг, прежде всего, по защите, во-первых, силовая защита просто. Выполнение. Ну, и, естественно, еще некие функции. Скажем, привлечение инвестиций, например, определенное введение переговоров, то, что называется разборка в этом мире. Агентурная работа, в конце концов, потому что, скажем, предпринимателям меньше возможности, естественно, использовать какие-то силовые структуры. Значит, развитие коррупционных механизмов, прежде всего, связано с особенностями, да, то есть, поле, в котором задействована коррупция. Поэтому, когда коррупция просто перешла от простого откупа, да, это не вот общение автомобилиста и эгоистов. Когда это все доходит до определенного кабинетного уровня, принимает этот кард, который на сегодняшний день в определенной сферах доходит до 75%, например, IT-сферы, да, теневая экономика превращается в нечто другое. В тень уходят целые нормальные возрастные экономики, серые зарплаты, в том числе, сокрытие налогов и так далее. Ну да, хорошо, это правда. Сокрытие налогов. Вообще, до недавнего времени очень активно распространялось мнение, что все, товарищи, с организованной преступностью, у нас вообще все хорошо. Криминальные войны гремели, бандиты занялись бизнесом, творим в законе вообще где никто их видел, и, как бы, казалось бы, в общем-то и все. Понадобился вообще эксцесс Кущёвки, скажем, Куще Крустального и так далее, чтобы понять, что вообще происходит. На самом деле, понять это, как бы, я так полагаю, что это был толчок для власти обратить внимание. Потому что, что происходит, например, в регионах, ну, криминалам, например, вообще хорошо известно. Ничего, на самом деле, не менялось. Термин «вихие 90-е» даже появился в печати, да, то есть, чтобы вот откатить это все, все, мы закончили с 90-ми. На самом деле, в регионах далеко не во всех эти 90-е закончили. В части регионов вообще отношение, скажем, бизнеса криминала построен до сих пор по принципу крышевания. То есть, это все те же 90-е. Ничего не изменилось. В любом, практически в любом городе России есть смотрящий. Смотрящий – это человек, который обречает за криминальные отношения, и, скажем так, за сбор общих денег, да, в криминальную кассу. За совершением преступлений, естественно, не разрозненных, да, те, которые как-то подконтрольно организованы преступникам и так далее. Это разве не лихие 90-е? То есть, не обращать на это внимание, видимо, недостаточно. Потому что сегодня, после, скажем, пущенки, когда мне губернатор говорит на голубом глазу, что он вообще понятия не имел, ну надо же такое. Он сам давал инвестиции этому человеку, он ограждал, он сидел за этим столом и даже в воздухе пил, и не догадался, чем он занимается. Я вообще удивляюсь, кем у нас губернатор в воздухе пил иногда. К сожалению, произошел процесс приватизации государственной службы. Поначалу это было связано, естественно, с тем, что несоизмеримы доходы, зарплата государственного служащего, ну, далеко ходить не будем, давайте будем говорить, скажем, об МВД. То есть, зарплата вообще милиционера, человека, который на самом деле точно так же подставлял грудь под пули, как и бандит, она была несоизмерима с доходом этого бандита. Поэтому произошло некое искрещение изменения идеологии. Сначала это выразилось в том, что впоследствии привело, кстати, к закрытию РУБОК, обвинение в киминализации РУБОК. А здесь вообще на самом деле процесс очень сложный. Достаточно свидетельств того, что действительно в РУБОКе работало очень много людей, которые были связаны с организованной преступностью. Это так. С другой стороны, это был единственный инструмент, который обладал, во-первых, базой, а во-вторых, возможностью борьбы в противостоянии какого-то, хоть какого-то организованной преступности. Сейчас этой инструменты вообще никакого нет, никто не унаследовал вообще. Ни Госдаркакон, ни ФСБ, которые, кстати сказать, активно вручены в очень ажатную деятельность по переделке, скажем, по дележурным рынкам, например, всякого и так далее. Сейчас вас создавать РУБОК, кстати сказать, тоже очень странно. Нужна какая-то новая, которая соответствовала новому, скажем, качеству организованной преступности. Люди, которые были бы способны анализировать коррупционные потоки, включая миграцию, социальные изменения и так далее, и так далее. Дело же в том, что коррупция впоследствии, вот как бы развиваясь, да, коррупция еще и разделилась на определенные категории. Ну, например, скажем, как показывают мои личные даже интервью, наши исследования, например, в структуре ГАИ, да, она, ну, ГИБДД, то что называется, Дорожная полиция, эта коррупция, она не линейная, она не имеет зависимости, то есть те деньги, которые собирают на дороге сержант, они не попадают в результате генерала. Там есть определенные слои. Те люди, которые заняты действительно, скажем, Дорожной полицией, они делятся между собой, чуть выше занимаются совершенно другим, это, например, кражи автомобилей, перебивка номеров, фокализация и так далее. На уровне генералитета, могу предположить, но говорить не буду. Да, там уже высокий, на самом деле, уже высокий штир, и как-то там, туда лучше не залазить, как говорят очень многие из них. Значит, в чем консекция изменения, на мой взгляд, организованной преступности? Значит, если внимательно прочитать те статьи в Головном кодексе, которые как-то соотносятся с организованной преступностью, понятно, что и коррупция, на самом деле, это не уголовный термин, да, там будут, собственно говоря, взятыщества, там, скажем, есть там и так далее. Сейчас современные организованные преступности, это не совсем то, что имелось в виду буквально еще пять лет даже назад, на самом деле. С чем это связано вообще, вот как раз ниже приведены пункты, на мой взгляд, с чем это связано, что все это заканчивается, да? Да. Значит, во-первых, это, конечно, тотальный уровень коррупции, который всем известен, ну, увлечение государственной структуры в преступную деятельность через коррупционную деятельность и отсутствие механизма борьбы, о которой я сказал. Хуже-то на самом деле, на мой взгляд, еще и то, что у вас сплошь и рядом исследования, ну и расследования деятельности организованной преступностью, они граничивают с антигосударственной деятельностью, а это уже вопрос, ну, крайне сложно разрешимый, да, то есть критиковать вообще на самом деле наших чиновников правительства, это попасть в экстремисты, это как-то вот и очень. Продолжение следует... Продолжение следует...